Всем привет! С вами снова Сергей и сегодня в обзоре у нас краулер десятого масштаба. Называется он HSP. Стоит модель 210 долларов и бонусом будет бесплатная доставочка. Эту модель можно использовать как краулер либо как трофи модель установив на него раму и копийный кузов или можно построить котлету под типа райта от аксиал. В комплекте мы имеем краткую инструкцию для пульта, инструкция для моделей, каталог запасных частей, трубочку для антенны, зарядное устройство, трехканальный пульт управления, металлогидридный аккумулятор на 2000 ампер и сама модель краулера. В итоге получаем полный ртр комплект. Основные габариты модели. Длина 460 миллиметров, высота 260 миллиметров, ширина 240 миллиметров. Диаметр колес 126 миллиметров, ширина 56 миллиметров. Весит наша модель 2 килограмма 200 грамм. Начнем с электроники. Регулятор хода коллекторный, мощностью 25 ампер с поддержкой липо- и металлогидридных аккумуляторов. Он имеет два режима работы, краулерный и борт. Отличается только тормозом нейтрали для краулерного режима. Выбор режима и типа аккумулятора меняется соответствующей перемычкой на регуляторе. Имеется защита от воды, о чем свидетельствует надпись на нем. Рядом находится трехканальный приемник и по всей видимости у него нет защиты от воды. С другой стороны расположился металлогидридный аккумулятор. Ниже находится коллекторный неразборный мотор 540 размера на 1100 кВт. Воды мотор не боится, но не любит грязь, после попадания которой его может заглинить. Но достаточно в принципе его промыть в воде и он опять будет работать. Чтобы грязь внутрь не попадала, нужно закрыть все отверстия, особенно большие, тонким поролоном или какой-нибудь мелкой сеточкой, чтобы у нас получился своего рода фильтр. Так мотор будет дышать и туда не будет попадать грязь и крупные фракции песка. На обоих мостах модели установлены влагозащитные сервы с усилием по 15 килограмм каждый. Пульт управления имеет стандартные режимы работы. Трим руля, газа, а также двойные расходы руля и газа. Помимо стандартных регулировок может управлять задним мостом. А также есть небольшой дисплей, на котором отображается режим работы руля. Их несколько. Поворот только передними колесами. Поворот передними и задними колесами в одну сторону. Поворот передними и задними колесами в разные стороны. Поворот только задним мостом. Питание пульта осуществляется четырьмя пальчиковыми батарейками. С электроникой мы разобрались, идем дальше. Коробка передач. Она установлена одна скоростная с передаткой 1 к 48. Полностью на подшипниках и выполнена по типу аксиаловской. С тремя пластиковыми шестернями внутри. Которые нужно еще добавить смазки, потому что в стойке ее там нет. С пур, как вы видите, пластиковой. С фипера нет. Пиньон металлический. Карданы у нас тоже пластиковые, а вот крестовины металлические. Внешне кажутся весьма надежными. Но насколько надежные, покажет тест-драйв и дальнейшая эксплуатация. Конструкция мостов очень сильно похожа на аксиаловскую. Сами корпуса пластиковые с металлическими шестернями внутри. Шестерни полностью взаимозаменяемые с аксиалом. Смазки в мостах тоже нет, поэтому ее необходимо добавить. К мостам прикреплена защита рулевых тяг. Теперь о шасси. Рама, если ее так можно назвать, сделана из алюминия толщиной около 4 мм. Все тяги тоже алюминиевые, но с пластиковыми наконечниками, в которых стоят стальные шарики. Амортизаторы пластиковые, кроме верхней крышки, которая сделана тоже из алюминия. Амортизаторы, как ни странно, заправлены и не текут. Преднатягивая у них регулируется проставками. Теперь к колесам. Диски разборные пластиковые, диаметром 2,2 дюйма. Колеса Бэтбока тоже пластиковые. В дисках есть отверстия для воздуха, поэтому если будете кататься по лужам, их желательно, конечно, заклеить. Сама резина довольно-таки мягкая, на вид кажется весьма качественной и с приличным протектором. Внутри установлен паралон. Теперь кузов. Кузов сделан, как вы можете понимать, из лексана, который неплохо, я бы сказал, даже хорошо окрашен и вырезан. Качество детализации, правда, у него среднее, но обклеен наклейками весьма приличного качества. Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать про этого краулера. В одном из следующих видео будет тест-драйв, с которого можно будет понять, насколько надежная конструкция, какие плюсы и минусы у него есть и какое качество всех узлов. Заодно будет понятно, насколько хватит стоковой батареи. Если у кого-то возникнут вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока и до встречи.